поехали так привет из Иркутска Юрий Кострома Яковлева Наталья Низиновгород Казахстан привет Виноградов привет Сызрань так Яковлева подскажите что делать у вас абрикосеяние с 16 года прошу летом дал ведро плодов в этом году все дерево в почках одна ветка без почек видимо зимой погибла резать страшно уже сколько движения конечно погодите резать знаете даже если ветку даже сухая если не отрезать ничего страшного дерева не будет страшно когда говорят режьте запасом чтобы по живому ветку надо отрезать а так она даже сухая ветка является пробкой чтобы туда внутрь внутри самой ветки не поводал мороз ну эстетично конечно отрезать но куда сейчас пишите ну и нету почек ну и что а только она жива всем привет из нижнего сходит груша уссурийская кстати мой абрикосы Рызанка Яковлева вы мне прислали фотографии плодов абрикосов из моего плодов ведро плодов из моего абрикосов если нет то пришлите пожалуйста всем привет из нижнего Новгорода сходит груша уссурийская семь из десяти искусственная сертификация сибирки и ранетки местная естественная сертификация дружно за абрикосов пока не проклюнулись ног 2 пока проклюнулись ног 2 королевских манжурцева мура бодро пока не видно всего 6 стук другие семечки пока молчат так пора так добрый вечер все с удовольствием свинин добрый вечер сережка добрый вечер Вопросы первые успеете сибирки ранетки за первый сезон вырастут по двое для прививки весной Нежно Новгороди успеют с запасом Так У нас мороза редко достигает минус 40 Стоят ли ваши черенки сейчас они привиты на дички и в крону Привить на сибирки местные или лучше на более культурные ранетки Янтонов Да и хрен редкий не слащий Все что растет у вас это не предельная морозостойкость Вы упомянули 40 градусов Значит сибирки должны быть сибирские А не местные Сибирки должны быть сибирские И ранетки ваши Янтоновки они Это по принципу 40 ударило и по двое замерз и привой замерз Это компания И сразу все и лучше пойдет сохранить Так С вам решать Когда лучше привитые сеянцы Пересадите шхолки на постоянном месте Врачи все лучше Лучше всего На следующую весну Можно лето и весной Весен будет Полностью можно Повторить Повторить Леводится Весен из вашей косики Материнский вкус Патологи вкусные Да Вкусные Вкусного дерева Скажем так А у вас получится Что получится У них все равно Получается Разброс По вкусовым качествам Для этого И выписывается 10-20-30 штук Места много не занимает Лишнее можно вырубить Если не вкусные 100% гарантии нет Всем привет Северная Карелия Спасибо Покупала ваши косики в 19-м году Посела в 20-м Зашли и перезимовали Но вместе с ним Были посеянные косики Из покупных абрикосов Сук 40 Из них зашел один абрикос Он также перезимовал Как ваши Ну один из сорока Это потому что Они были не Сняты с дерева А с зелёными Он также перезимовал Как ваши Вопрос Он впоследствии все равно Вымерзнет Вымерзает Так как от южных плодов Или нет Ярославль Но если у вас будет Ярославль так как Немногое То вымерзнет Покупной вымерзнет Если не будут Учить людей Колесить саженцы деревьев То некому будет Продавать саженцы Это типа теории Мировых загоров Вопрос Преднамеренном Старении Правильно Та производитель фруктов Потеряет Бог сейчас Руки Теории Да Правда Никогда этого не произойдет У нас что получилось Соотношение в ценах В первые годы В первые годы Что я тут был Когда появились импортные фрукты Они стоили дороже 5-7 раз Наших местных Наши были поскромнее Яблонь Поскромнее Не такие Меньше сахара У них было Вот Их не очень Их очень не любили И не очень любили Так И Получилось так Что В прошло время Цена Сравнялась Наши стали Яблони Гораздо качественнее Так Но импортные Если не считать Кубанские Импортные Так и оставались Лидерами И по вкусу По сахару И даже Все равно Наши приблизились Но это же в отдельных А вообще Те же Кубанские Яблоки Уступают По внешнему виду Импортным этим Голденом И получилось так Что Вдруг Однажды Последние годы Я замедлил Тенденцию Когда я видел Что местные Продают Прекраснейшие Вкуснейшие Яблоки Вот Берут себя в грудь Говорят С моего сада И сада Соседа А я только продаю Потом Уже когда до конца Расколешь Выясняется Что Люди начали понимать Что такое Травные яблоки И Перестали покупать Импортные А начали на рынках Покупать местные И тогда Торгаши Перестроились Цена осталась Импортная Но уже Говорили Это Весь Абакат знает Что Яблоки Виней Торгаши Знают И называют Адрес Обычная Майна Когда Говоришь Я Майну хорошо знаю Назовите адрес Хотя бы улицу Оказывается Что Ну понятно Так Что дальше Ну в принципе Мы закончили Так Сегодня Такой будет день Я вам объясню Почему Мы еще будем продолжать Все о чем я говорю Будет переложено На текст Текст И Сделаны Главы будущих книг Поэтому Пока еще Будем продолжать Потому что Ну через неделю будет 500 просмотров Это пока все Вот Против Миллионного Этого самого Канала Туманного Нам не устоять Вот Если Я не разубедил Этих самых Выпускные Тимиразинки Как вот Тогда они будут Учить продолжать Убивать Деревья Вот То есть уже Новое поколение Вот Посмотрим Все На этом мы Заканчиваем Вот тут есть Каталог семян Еще не поздно Выписать Косточки абрикоса Сливы вишни Не поздно Вот Это что такое А нет В общем Я так не смог Показать вам Фотографию С Кемерово А я показал Фотографию Просушившийся костик То есть Все добросовестно Большая часть Зайдет И сюда все закажут Все друзья До свидания Прощаемся На неделю Вот Если так малого часика Причина того что Как мне звонил брат Он не получил Рассылку То тогда еще ладно Потом Потом Получится Рассылку Позже Вот А если сейчас На мурайские праздники Никто вообще смотреть не будет Ну мы можем До осени прерваться Посмотрим Посоветуемся Как говорил Советуемся С народом Михаил Сергеевич Горбачев Ну все друзья До свидания Заканчиваем На следующей неделе На следующей неделе Все таки Заранее скажу Следующий Вебинар будет Третьего мая Третьего мая Думаешь Еще раз похмелье все будет Не знаю Нет Наши люди не пьют Короче Следующий Вебинар 3 мая Третьего мая Третьего мая